Друзья, ваши аплодисменты! 16 мая! Мы готовились к этому практически два месяца. И вот этот день наступит громче-громче, друзья. Биз шоу-биз. Встречайте, Борис Белозёров. Ваши аплодисменты. Здесь просто так и верят духом интеллектуальности, духом эстетики. Я уверен, что сегодня вечером мы с вами сможем это подтвердить. Каждый из вас может узнать о себе что-то новое, познакомиться друг с другом получше. Открыть себе и других талантов, о которых вы даже не подозревали. И просто получить довольствие от интересных вопросов, озарений. И замечательная атмосфера, которая здесь у нас с вами царит. Спасибо. Желаем вам всем удачи. Мы желаем, чтобы вы все победили, чтобы все получили призы. Значит, в течение раунда вы через капитана принимаете решение, какие варианты отправлять. Продолжение следует... Продолжение следует... И скажем так, отгадая правильный ответ, получит от меня любой из автомобилей моей коллекции абсолютно бесплатно на любой ваш ивент на все мероприятие. Маслину съедают, а именно она, зубочистка, дает повод провести в кафе еще некоторое время. Продолжение следует... Уважаемые дамы и господа, команда Fusion дала правильный ответ! Канада Fusion... Максим, как у вас настроение? Настроение очень классное, на самом деле. Только у нас сегодняшний прекрасный вечер такой прямо длинный, прямо такой, мне кажется, бесконечный. Как вам игра? Ну, на самом деле, я поддерживаю наших друзей сегодня. Вот, и мы сегодня с нашей группой «Кокос» выступаем. Я думаю, что, видя все происходящее со стороны, всем очень нравится. Я думаю, что в следующий раз в квиз обязательно поиграю, так что мы еще обязательно увидимся. А чем вы сами занимаетесь? Расскажите, вы артист? Да, я на самом деле певец, артист, ведущий. Сейчас я в составе группы «Кокос Бэнд», певец, вот, также участник «Песни на ТНТ». А как вы считаете, сложные были вопросы для участников? Если честно, очень сложные, просто очень сложные были для меня, например. Даже некоторые музыкальные вопросы были достаточно сложные, потому что, ну, саундтреки из фильмов, которые, в общем, надо было хотя бы посмотреть один раз, чтобы знать, что это за песня или кто поет там. Но в этом тайпишка самого квиза, он должен быть достаточно таким вот тяжелым и нелегким для разгадывания. В этом, наверное, вот как бы есть вот этот смак. Все сидят, вот каждая команда и пытаются что-то, что-то решить. Ну, давай, давай, вспоминай, вспоминай. Если было бы легко, я думаю, что было бы интересно, все уже были бы дома. Анастасия, скажите, как вам удалось создать такое интересное мероприятие? Дело в том, что я специализируюсь на создании атмосферных торжеств, поэтому концепция мероприятия родилась сама собой. Родилась где-то здесь внутри. Я считаю, что специалисты в Энтарске, в индустрии, которые уже достигли какого-то уровня, имеют какой-то статус профессиональный, просто обязаны делиться своими знаниями, навыками, своим мастерством, они должны, ну, хотелось бы, чтобы каждый из нас нес в этот мир, в нашу профессию, что-то теплое, хорошее, какую-то красоту своего умения. И когда я думала на эту тему, Роман Алексеев предложил мне сделать интеллектуальное состязание. Я решила, что будет правильно, если мы это состязание подвяжем под такую вот мою, скажем так, культурную концепцию. Поэтому у меня очень органично родилось, очень быстро, и на самом деле я сделала с удовольствием мероприятие. Я очень надеюсь, что оно будет у нас ежегодным, периодическим, и люди будут все более-более-более погружаться в эту атмосферу, атмосферу Лава Клаб. Скажите, а насколько сложно было собрать людей, и из каких сфер деятельности гости? Значит, у нас сегодня на площадке присутствуют спортивные деятели, медийные персоны, директора свадебных ивент-агентств, руководители производства, директора брендов, марок. Все эти люди уже имеют какой-то опыт за своими плечами. Поэтому нам не сложно было собраться, нам было собраться в удовольствии. Потому что каждый момент общения друг с другом, он всегда оставляет некий такой позитивный след в истории нашей жизни. Поэтому все было очень быстро, очень душевно. И, как видите, уже идет седьмой час мероприятий, люди не расходятся, о чем это говорит. Мы идем правильным путем. А насколько часто будут еще проводиться такие мероприятия? И будут ли, когда будут проводиться? В самом деле, мероприятия подобного плана очень часто не проводятся. Это либо сезонная история, либо ежегодная программа. Потому что нужно соскучиться друг по другу чуть-чуть. Есть такой психологический момент. Представители ивент и арта должны как-то хотеть участвовать. А хотеть участвовать можно только тогда, когда это некая изюфика, в этом есть ценность. То есть не чаще, чем один раз в сезон. Я думаю, что следующая игра Quiz Show Biz будет у нас проходить осенью, скорее всего, в октябре. Это будет такое более утонченное и в то же время более яркое событие. Это первая у нас игра, перформанс, которая направлена на познание, глубина изучение профессии друг друга. Я думаю, что следующий опыт, он раскроет в большей степени все грани возможностей в нашем просто бизнесе и в творчестве. Quiz Show Biz – это игра для тех, кому есть что сказать. Вашему каналу, ваших успехов, я вас очень люблю, фэшн-концерт, это наш информационный партнер. Я вам желаю долголетия, творческого здоровья и всегда быть в центре наших событий. Всем большой привет! Спасибо! Друзья, идейный, дозавритель, разработчик, концептикный, соуллист Анастасия Ламзина Леонидовича. Итак, супер-призыв, и мы выводим таблицу на экран. Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok